Диоккупация и реинтеграция. Президент внёс свои инициативы по Донбассу в парламент. Почему законопроект не один? Пенсионные правила. Сколько украинцам придётся работать и на что рассчитывать при выходе на заслуженный отдых? Польба безумца. Трамп отправился в Лас-Вегас и намерен контролировать расследование. Ограничить ли Америка продажу оружия после трагедии? Пенсионная арифметика. Не успели утихнуть в победные реляции власти по случаю принятой реформы. Мы как эксперты и журналисты начали дотошно разбираться, что же всё-таки приняли вчера народные депутаты. Сторонники закона вовсю трубили о прелестях документа. И выплаты увеличатся, и пенсионный возраст не повысится. Только стаж. Да и тот купить можно. Но дьявол, как известно, в деталях. Детали, которые повлияют на благосостояние каждого из нас, выясняла Елена Зорина. Его пенсия приближалась, но теперь о ней он может только мечтать. Стажа не хватит. Харьковчанин Дмитрий работал большую часть своей жизни неофициально. А то, что есть трудовой с принятием пенсионной реформы, сгорит. Я так вообще понял, что я его потерял. Трудовой стаж, который я заработал. У меня был стаж до 2000 года. Короче, работать надо до смерти. Повышение страхового стажа – главная инновация принятой реформы. Чтобы выйти на пенсию в 60, нужно 25 лет трудиться официально. А уже через 10 лет, чтобы получать пенсию, надо проработать 35 лет. Повезет военным, их службу включат. Меньше – в прошлом предпринимателям, студентам и рожавшим. Страховой стаж не засчитают декретный отпуск, если он был до 2004 года. Обучение в частном вузе или учебу в целом – до 2004 года. А еще предпринимательскую деятельность, если она была до 1998 года. Либо без уплаты страховых взносов. Стаж можно будет купить. Каждый год почти 17 тысяч гривен. Учительница Валентина Михайловна из Днепра только пожимает плечами. Мы учителя. Как вы думаете, мы можем заплатить это? У нас есть стаж уже 25 лет, но мы не можем пойти на микропенсию. Это очень маленькая пенсия. А вот эксперты говорят, принятый закон содержит немало подобных фантастических норм. Я думаю, что намного выгоднее просто подарить деньги или положить их куда-то на депозит. Или, например, такие нормы о том, что человек, если будет отсрочить свой выход на пенсию, он может за каждый дополнительный год работы без пенсии получить какую-то определенную надбавку через 3-4 года. Но опять-таки найти в Украине человека, который после 60 лет добровольно откажется от пенсии, чтобы в 65 начать получать незначительное повышение, это будет достаточно сложно. Зато депутаты позаботились о нынешних пенсионерах. Предусмотрели небольшое повышение пенсии. Однако, если учесть курс доллара, заложенный в проекте бюджета на следующий год, выплаты наоборот уменьшатся. Арифметика простая. Минимальная пенсия до 1 октября составляла 1312 гривен. Это 49,5 долларов. После реформы минималку увеличат до 1452. А это около 55 долларов. А с 1 января следующего года повысят еще на 20 гривен. Правда, в проекте бюджета к концу 2018-го доллар достигнет 30 гривен. А значит, размер минималки составит 49 долларов. Это почти в 2,5 раза меньше, чем в 2013-м. Тогда она составляла почти 120 долларов. Выиграют от принятого закона, уверяют эксперты, единицы. Бывшие государственные чиновники о законе о прокуратуре, о законах, связанных с силовыми ведомствами, это те, которые получат вот эти дополнительные преимущества. Вот это поколение, которое сейчас работает, оно должно будет накапливать не только себе на пенсию, но оно должно продолжать содержать тех пенсионеров, которые сейчас есть. То есть, фактически, оно получает такой двойной удар. Те, кто родился после 60-х, рискуют остаться и вовсе без пенсии. Если не накопят на нее сами, или если закон не поменяют. Елена Зорина, Светлана Шикера, Елена Миндалюк и Сергей Дубинин. Подробности телеканал Интер. О пенсионной реформе в парламенте говорили и сегодня. Мнения звучали диаметрально противоположные. Пока коалиция ликует, другие фракции закон намерены оспаривать. Кто собрался идти в Конституционный суд и какой не менее спорный документ появился в парламенте, об этом далее в материале. Очевидно, вчера нардепы перетрудились при голосовании за судебную пенсионную реформу и сегодня в зале решений никаких вопросов ратификации международных соглашений то и дело проваливают. Я прошу не выходить в зал, прошу говорить фракции за этим планировать. Вшель до того, чтобы глава фракции встала на дверях, залу никого не выпускать, прачивать. Мобилизуйте людей, это ссором. Когда коалиция не может найти 70 голосов подчас таких важливых голосований. То седьмой, то шестой попытки нардепы едва ратифицировали договоры с Латвией и Хорватией. В Куларах та же коалиция, которая сегодня ищет голоса, обсуждают вчерашнее победное голосование за пенсионную реформу. Сегодня уряд задоволенный, парламент задоволенный. Я считаю, что сегодня и пенсионеры, которые будут отримывать уже этого месяца, результат вот этой реформы. Но вот две фракции парламента эту же реформу намерены отменять. Оппозиционный блок и Батьковщина параллельно собираются обращаться в Конституционный суд. Они просто манипулятивно заложили и так обязательные нормы. Они были обязаны повысить пенсию, современить пенсию по действующему законодательству. Но для того, чтобы на 20 лет, вдумайтесь, на 20 лет поднять страховой стаж. И по факту сегодня до 65 лет поднять пенсионный возраст. Пенсионная реформа нарушает ряд статей Конституции. И сегодня оппозиционный блок готовит обращение в Конституционный суд. Звертаться будем до Конституционного суду с приводом тех людей, которые имели польговый выход на пенсию. Что произошло за пропозицию уряда? Первое, мы подняли до 35 лет трудовый стаж. Другое, мы изменили коэффициент нарахования. То есть пенсионер, который сегодня имеет 40 лет стажа, в этом году получает нарахование по коэффициенту на 35% выше, чем такой же пенсионер, который выйдет на пенсию следующего года. Он получает на 35% меньше. Но куда больше в парламентских кулуарах обсуждают закон о реинтеграции Донбасса. К утру текста документа еще не было, но о его главных тезисах нардепы говорили. В том числе и о норме, об особом статусе оккупированных территорий. Особственный статус этого не может быть сегодня, потому что вопрос о реинтеграции Донбасса должен происходить с нашей точки зрения, полностью в законодательном поле Украины. Все эти особливые статусы, которые мы имели с Крымом, вы увидели, до чего это привело. Если завтра мы визнаем особливый статус, если на этом особливом статусе мы сможем проводить выборы, политически регулировать вопросы, это означает, что украинская институционная страна будет среди не знищена. В этом законопроекте будет первое. Легализация Минских угод, что для нас, как для Батьковщины, является неприятным. Там будет легализация и продолжение строку действия закону про особливый статус, что для нас неприятно. А это все сверху будет приправлено тем, что будто будет написано, что Россия агрессор. Я хочу напомнить, что Верховная Рада принимала уже несколько нормативных актов, которыми Россия вызнала агрессором. В БПП конкретики больше там рассказали о главных тезисах документа. Это признание территорий временно оккупированными, Минских договоренностей приоритетными и новое название АТО. Таким механизмом визначена самооборона государства, согласно статусу ООН, 51 статті, которая позволит использовать военные силы Украины. Там четко прописывается механизм взаимодействия органов влады, как используются военные силы, увеличивается роль Министерства из окупованных территорий, даются гарантии майна. Громадянам Украины, которые были на момент всех этих событий, на момент начала российской оккупации, которые были там мальчиком, четко визначается, что Российская Федерация является оккупантом. Там нет языков о миротворцах, это отдельная история. То, что указано в президентском законопроекте, это признание окупованными территориями. Проштовхывание такого закона про реинтеграцию, а точнее сказать, про отделение этой частины страны, это злочин против государства, это прямое порушение Минских угод, которые всем мире приняты как единственный вариант дипломатического регулирования конфликта. Поэтому мы категорично против законопроекта в таком виде. Мы будем голосовать против. Мы стоим на позиции, что восстановление территориальной целостности страны должно происходить с дипломатическим шляхом. И считаем, что должна быть дорожная карта, которая позволит это сделать. Это закон в виде Кремля территории Украины. Законопроект зарегистрировали уже после того, как рабочий день нардепов закончился. Он обозначен как неотложный, а значит, с появлением его в зале медлить не будут. Екатерина Лысенко, Анна Каменева, Владимир Самченко, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. После того, как нардепы завершили работу, на сайте парламента появились два президентских законопроекта. Первый о реинтеграции Донбасса. И в нем президент действительно предлагает признать часть Донбасса оккупированной территорией. А Россию страной-агрессором. Есть еще ряд новаций. Передать командование АТО под контроль Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины. Наделить главу государства правом вводить военное положение не только в зоне АТО, но и на других территориях страны. Второй президентский законопроект об особенностях госполитики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Документ предусматривает продление особого статуса Донбасса еще на год. Признание России страной-агрессором усилит дипломатическую переговорную позицию Украины и исключит возможность присутствия россиян в миротворческой миссии на Донбассе. Об этом заявила на своей странице в Фейсбуке первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Герасченко. Кроме того, два президентских законопроекта позволят сохранить санкционную политику наших партнеров в отношении России. А сам президент говорил сегодня о судебных новациях. Выступая перед рабочим коллективом Черниговского университета, Петр Порошенко заявил, что в этом году заработает Верховный суд и конкурс уже на финише. А вот для создания суда антикоррупционного глава государства призвал нардепов сформировать рабочую группу и разработать специальный законопроект и потом не затягивать с его рассмотрением. По мнению Петра Порошенко, здесь важно единство. Документ должен устраивать и провластные, и оппозиционные политические силы. Документ должен быть, чтобы это вопрос использовался как предмет политического пиара или политических спекуляций. Борьтесь не в том, кто повесит на себя лавры. А вопрос в создании справедливо эффективного, независимого судового органа, который специализируется на борьбе с коррупцией и поможет приступить рассмотрение справ против коррупционеров. Военная прокуратура подозревает бывшего чиновника Минобороны в незаконной передаче военных городков под застройку. Главным фигурантом оказался экс-начальник Западного управления капитального строительства. Нарушение установили в ходе одной из проверок. Дом и офис чиновника обыскали. Как выяснилось, он заключил 7 договоров с частными компаниями на застройку территории воинской части без какого-либо разрешения от оборонного ведомства. Кто ответит за трагедию на складе боеприпасов в Калиновке? Где были первые очаги взрывов и причастны ли к ним беспилотники? Об этом они только сегодня говорили на заседании парламентского комитета по нацбезопасности. Что нового рассказали и к каким выводам пришли, подробнее в следующем сюжете. Ни министра обороны Полторакани и начальника генштаба Муженко на заседании профильного комитета не было. Хотя главный пункт повестки дня – взрывы в Калиновке. Все вопросы депутатов обрушились на замминистра Игоря Павловского. Но конкретики он рассказал немного. Мол, работы по рассредоточению боеприпасов выполнен на 1-2%. А выделенные деньги на содержание складов до сих пор используют. В Калиновке с бюджета этого года было выделено 25 миллионов 537 тысяч гривен. В этом году. Как были потрачены 25 миллионов? Значит, 25 миллионов по Калиновке. И не только по Калиновке, а вопрос состоялось по всем арсеналам. Буду и завершение строительства, ремонт, сховищ. Если используются, то они будут еще выплатить до конца этого бюджетного года. Факты поинтереснее прозвучали из уст главы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Руина. По его словам, военные склады в Калиновке охраняли плохо, а сами боеприпасы хранились небрежно. По организации сохранения, то безопасность безопасности пожара и охраны сигнализации, Беликлея, это Мерседес, а Калиновка, это Гребатый Запорожник. Ну, если так сравнивать. Нема там ни видео, ни охраны сигнализации, которая стандартная уже давно в Збройных силах. Ни подходов, ни мест охраны. Эксперт также сообщил, существуют две главные версии причин трагедии, но их назовет следствие. После долгих дискуссий и перипетий, члены комитета решили обратиться к президенту Украины, чтобы уволить начальника генштаба Виктора Муженко. За такое решение проголосовали большинство депутатов. Воздружались двое. Ольга Теребинская, Вадим Ревун. Подробности, телеканал Интер. Два украинских пограничника пропали в Сумской области. Как сообщила Госпогранслужба, это произошло накануне вечером. Офицеры патрулировали границу, когда связь с ними прервалась. Пропавших военнослужащих сейчас разыскивают. Это офицеры, военнослужащие, представители главной ланки отдела. Власне говоря, за каких условиях они опинились, если это действительно так, на территории РФ, будем изучать более детально, уже спорно с другими правоохранными органами. Можу еще сказать, что инцидент стався где-то приблизительно вчера, около 20 часов, когда они совершили монетарь линии государственного кордона, где-то приблизительно в этот период с ними обернулся телефонный связок. До этой работы подключилась и прокуратура Сум, которые также порушили криминальную справу. По словам Олега Слободяна, на устный запрос российская пограничная служба сообщила, что никого в Сумской области не задерживала. Но через несколько часов в их СМИ появились публикации, утверждающие обратное. А ближе к вечеру российская сторона все-таки подтвердила, что задержала двух украинских военных. На завтра намечен суд, и по его итогам станет ясно, состоится ли передача наших пограничников. Боевики сегодня уменьшили количество обстрелов в зоне АТО, но по-прежнему применяют минометы и гранатометы. Украинская армия вынуждена стрелять в ответ. Горячие точки Гнутова, Красногоров, Казайцево и Опытное. Традиционно напряженная ситуация под Авдеевкой. Там из-за обстрелов загорелась окраинная поселка Спартак. Это часть Донецка. Руслан Смещук продолжит. Армейские позиции напротив Донецкого аэропорта. В полутора километрах отсюда предместие самого Донецка. Поселок Спартак. Над крайними домами гигантские клубы дыма. Боевые действия на этом участке фронта не прекращаются ни на день. Будут рожащие обстрелы. Когда прицельные, когда не прицельные. Когда сильно начинают разбирать, мы даем ответку. Меж тем пожар в поселке Спартак не утихает. Периодически оттуда, со стороны пожара, раздаются отдельные взрывы. Возможно, это детонирует боекомплект боевиков. И вот за то время, что мы работаем на этих позициях, площадь возгорания только увеличивается. Внезапно раздается команда. Быть на чеку. Заметили, вернее услышали, что перемещаются танки боевиков. Повезло, вражеская броня просто поменяла позицию. Сейчас танкисты боевиков ведут себя достаточно осторожно. Не так давно попытка обстрелять украинские позиции для них закончилась плачевно. Наши подбили танк. А вот отдельных вражеских пехотинцев украинские солдаты жалеют. Иногда. Смотрю, стоит бонус реально возле твоей траншеи. Я смотрю на него. Ну, зачуханное чмо, понимаете? И к тому же еще и пьяное. Ну, как в него стрелять? Да мне на него пулю жалко. Ну, это так называемая народная милиция у них. Вскоре нам показывают старожила этих позиций. И Павлу всего 19. На фронт ушел 18. Все время провоевал здесь, между Авдеевкой и Донецком. Парень скромен, о себе говорит мало. Вы 18 лет подписали контракт? Да. А до этого вы срочку отслужили? Нет, не отслужили ничего. Ведется война и в тылу. Правоохранителям за неделю удалось задержать трех боевиков на подконтрольной территории. Самый опасный 42-летний уроженец Волновахского района. В 2014-м командовал разведуправлением под командованием Мотороллы. Задержанный сознался после того, как в один день погибли два его сослуживца, дезертировал и затаился на несколько лет. Я написал отпуск на две недели, уехал домой и больше не вернулся. А зглупил, что поехал туда, на аэропорт. Дурак был. Ну, после того я запил конкретно почти каждый день. С начала года уже притягнуто, можно сказать, до криминальной, затримано и притягнуто до криминальной ответственности 180 боевиков, которые принимали участь в боевых действиях. Оголошено урожено 37 оси, а установлено, уже больше 20 тысяч оси, которые так или иначе прималуются в идеальности сбройных формований. В Украине действует программа, по которой участников незаконных вооруженных формирований могут освободить от уголовной ответственности, если они добровольно сдадутся и будут сотрудничать со следствием. Руслан Смещук, Евгений Пахальчук и Руслан Ревюк. Подробности телеканал Интер. В Украине может появиться министерство ветеранов. Комитет соцполитики единодушно поддержала инициативу Нардепа Сергея Каплина по созданию нового ведомства. По словам Каплина, целый год он добивался учреждения такой структуры и сегодня Нардепу удалось убедить коллег в ее необходимости. Ветераны заслуговывают и должны получать достойный социальный защит. Финансирование реабилитации и главное увагу и турботу. Уголь с оккупированного Донбасса объявился в Польше. По словам министра энергетики страны, с неподконтрольных Украине территорий туда завезли уже более 11 тысяч тонн топлива. Как сообщают местные СМИ, уголь едет в Польшу полулегально и доходы от его продажи попадают в карманы лидеров боевиков. Министр энергетики Украины Игорь Насалик заявил, что в его ведомстве знают об этой ситуации, но что будут предпринимать, пока не решили. Еще одна скандальная ситуация в Польше. В Жешуве спернили почетное консульство Украины. На здании появились антиукраинские надписи, а возле герба нарисовали виселицу и свастику. Польская полиция расследует дело по статье «Подстрекательство к ненависти». Посольство Украины направило ноту в польский МИД. Дипломаты просят взять под охрану все консульские учреждения Украины в этой стране. А вот в Германии отныне пресекают ненависть даже в соцсетях. Там вступил в силу закон, который вводит ответственность за посты и комментарии, разжигающие вражду. Кто и сколько заплатит, узнавала Татьяна Лугунова. Это тот случай, когда принятие закона в Германии проталкивали. Министр юстиции сделал все возможное, чтобы депутаты проголосовали за него еще до парламентских выборов. И нововведения побыстрее вступили в силу. И у него получилось. Теперь социальные сети несут ответственность за посты и комментарии, которые публикуют пользователи в немецком сегменте. Провайдеры социальных сетей должны нести ответственность, если их продукт используют как платформу для разжигания ненависти или других преступных призывов. Для таких явлений нет места в интернете, так же, как и на обычной городской улице. Теперь у социальных сетей есть сутки, а в спорных случаях неделя, чтобы рассмотреть жалобу на пост или комментарий. И если они действительно разжигают вражду или ненависть, удалить. За систематическое нарушение закона предусмотрены огромные штрафы. Ответственный представитель компании может быть оштрафован на сумму до 5 миллионов евро. Компании до 50 миллионов. Представители социальных сетей немецкий закон уже раскритиковали. Мол, сроки маленькие, а штрафы непропорционально большие. Да и вообще ответственность за преступные комментарии и посты в интернете должны нести не только частные компании, но и государство. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Под контролем первого президент Трамп отправился в Лас-Вегас, чтобы поговорить с пострадавшими и лично проконтролировать расследование массового расстрела 2 октября. К чему склоняются следователи и что думает сам Трамп за поездкой президента следит Дмитрий Анопченко. Лас-Вегас город не чужой для американского президента. Ведь на главной улице красуется его имя. Он тут Трамп-отель построил. Да и конкурсы красоты каждый год устраивал. В столице развлечений тогда еще кандидат Трамп проводил агитационные туры. Вегас поголовно проголосовал за него. Поэтому понятна и оперативность, с которой сейчас организован прилет главы государства. Трамп взял с собой супругу, попросил устроить ему встречи и с родственниками погибших, и с теми, кто сейчас госпитализирован. А еще ему важно показать Америке расследование под его личным контролем. Какой версии он сам теперь придерживается? Трамп признался журналистам накануне отлета в Лас-Вегас. Мол, его постоянно держат в курсе расследования. Но и без этого понятно. Стрелок был абсолютно больным и сумасшедшим человеком. Таким образом, президент огласил основную линию, которой придерживается сейчас следствие. Мол, мотив искать не нужно. Все произошедшее в Лас-Вегасе – дело рук безумца. При этом, по словам Трампа, у него нет никаких данных о том, что киллер мог быть причастен к исламскому государству или любой другой террористической группировке. Но если о расследовании, так же как и о единении страны после этого преступления, президент говорит сейчас много и охотно, то есть тема, которой Белый дом избегает. Будут ли после трагедии вводить ограничения на продажу оружия? Поживем – увидим. Возможно, это и случится, но не сейчас. Максимум, что отвечает президент. И такой уклончивый ответ понятен. Трампу нужно во что бы то ни стало не разочаровать своих избирателей. А они в подавляющем большинстве выступают против любых ограничений на ношение или продажу оружия. Более того, после трагедии в Вегасе эти люди кинулись в оружейные магазины. Статистика показывает, после первых сообщений о трагедии в Неваде продажи выросли в разы. Многие уверены, только оружие может дать им возможность защититься. А значит, серьезные выводы из произошедшего страна, похоже, так и не сделает. Из Соединенных Штатов. Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль. Американское бюро телеканала «Интер». Это подробности и далее в нашей программе. Прививка в качестве пропуска. Как Минздрав собирается бороться со вспышкой кори и что рекомендуют школам? Сутками на границе. Почему на КПП в Закарпатье фуры стоят в километровых пробках? Каталония может провозгласить независимость уже в понедельник. Об этом заявили в парламенте региона. Чем ответит Мадрид и что происходит в Барселоне сейчас, расскажет Алексей Пшемызкий. Две главные крупнейшие партии Каталонии вместе «Да» и кандидатура народного единства сегодня организовали круглый стол, решив в понедельник провести внеочередную сессию парламента автономии. Вопреки запрету со стороны Мадрида депутаты готовятся проголосовать за отделение от Испании. Это же подтвердил и президент Каталонии Карлес Пучдемон. Несмотря на то, что еще недавно он утверждал против травматичного разрыва с Испанией, теперь заявил, независимость будет. Мы объявим независимость в течение 48 часов после того, как получим официальные результаты референдума. Думаю, это произойдет, когда поступят бланки с участков за границей, до конца этой недели или в начале следующей. Напомню, как утверждают местные власти, 90% каталонцам на референдуме проголосовали за отделение от Испании. Однако Мадрид считает, что никакого референдума не было. Местных лидеров власти страны обвиняют в тепаротизме. Суд Мадрида уже открыл уголовное дело против начальника каталонской полиции за призывы к восстанию. Ситуацию в регионе впервые прокомментировал и король Испании. Филипп VI осудил действия местных политиков и призвал испанцев к единству. Власти Каталонии осознанно пошли против конституции и статуса автономии региона. Они ставят под угрозу экономическую и социальную стабильность не только Каталонии, но и всей Испании. Однако я хочу успокоить всех испанцев. Мы преодолеем это и будем двигаться вперед. Ситуацию в Каталонии сегодня обсудили и в Страсбурге. Там в очередной раз призвали стороны к диалогу. Насилие не может быть решением политических проблем. Тем не менее, стоять на страже закона – обязанность любого государства. И иногда это может означать умеренное применение силы. Однако здесь, в Каталонии, от Брюсселя требуют осудить насилие против людей. Напомню о действии полиции. По данным местных властей, 1 октября пострадали 800 человек. Восстававшую вчера Барселону вернулась обычная жизнь. Вместо флагов на улицах тысячи туристов с фотоаппаратами. Местные жители ждут решения каталонских депутатов. Если парламент все же проголосует за независимость, Мадрид грозится лишить Каталонию автономии, а местных руководителей арестовать. Что будет тогда, станет известно уже в следующий понедельник. Из Барселоны Алексей Пшемыский, Владимир Дедов. Подробности – телеканал «Интер». Молодежь в помощь украинским депутатам. Вздолгу на Веринской области без молодых людей спортивной наружности не обходится почти ни одно заседание гурсовета. Сегодня снова пожаловали. Имен не называют, с прессой не говорят, но кое с кем из народных избранников общаются. Зачем и кому нужны эти молодые люди, выясняли наши корреспонденты. Они не снимают головные уборы и занимают все свободные стулья. Их много, взрослые и совсем юные. Кого представляют, понять трудно, на вопросы реагируют агрессивно. При попытке снять на видео или сфотографировать, прячут лица. Перед началом сессии Владимир Ковальчук, он депутат облсовета от радикальной партии, проводит инструктаж в коридоре, в сторонке национальный корпус. Они единственные, кто представляются, не стесняясь. Вот только в зал их не пускают. Мол, паспортов нет. Говорят, приехали, чтобы предотвратить возможные конфликты на сессии. Мы желаем, что если сессия будет проходить в таком русле, как она проходила в прошлый раз, когда были поручения права депутатов, когда им перешкодили, то мы будем проходить на каждую сессию. Мы не защищаем никого. Мы защищаем только простых долбуней. А конфликты в Сдолбунове были. На предыдущей сессии депутат райсовета Александр Андреюк силой возвращал депутата облсовета радикала Владимира Ковальчука в сессионный зал. Который он покинул вместе с радикалами депутатами горсовета. А вот так на сессии римненского облсовета тот же Ковальчук боролся за кресло главы. Тогда тоже было много тех, кого называют активистами. Противостояние было длительным и серьезным. Повторения опасались и вздолбунове. Коалиция в местном горсовете уверена, оппозиция пытается захватить власть. Может, поэтому без силовой поддержки никак. Как же иначе объяснить наличие такого количества молодых людей спортивного телосложения и характерной наружности? Уже после закрытия сессии Владимир Ковальчук делает заявление об избиении депутата от самопомичи. Якобы это произошло перед началом заседания. Вот только сам избитый депутат на трибуну не вышел и никаких заявлений не сделал. Драк в Сдолбуновском горсовете сегодня не было. Сессия прошла спокойно. Так что полицейские остались без работы. Для обеспечения порядка их сюда прислали несколько десятков. В том числе и спецподразделения, бойцам которого пришлось просто наблюдать и дежурить. Простояли без дела и так называемые активисты, цели которых, видимо, слишком секретны, чтобы говорить о них с открытым лицом. Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер, Римнинская область. Нет прививки, нет уроков. Детей, которые не прошли вакцинацию против кори, не будут пускать в школу. Таким образом Минздрава, Минобразования пытаются остановить инфекцию. Правда, пока это только рекомендация и касается она только трех областей. Прислушались ли в школах? Проверяли наши корреспонденты. Средняя школа в Шишорах. С сентября здесь заболели корью 13 детей. Больше всего в пятом Б. Тут навчаются 30 ученик. Три, трое дедочек. Перехворили на кирпи, поднимите ручки. Зараз у нас же працуют, навчаются. Пятеро перебывают на аппаратном вековании. У Васи Соколюка переболела вся семья. Где заразился, не знает. Но точно не в школе. Ведь первые симптомы проявились еще до начала учебного года. Потом вирус подхватили мама и отец. Хотя все были привиты. Я в лекаре дедный. И еще и дома. Лекаре уже сказали, что можно идти. В сельской амбулатории, говорят, из 500 детей около 100 не привиты от кори. В области кори уже заболели 822 человека. Больше половины – дети. Кроме Ивана Франковской, вспышку вируса зафиксировали в Тернопольской, Черновицкой и Одесской областях. Чтобы остановить распространение кори, директорам учебных заведений рекомендовали детей без прививок на занятия не пускать. Есть общий лист Министерства охраны здоровья Украины, Министерства освятия и науки Украины, где четко пишут, что вопрос о защите обучения учебных заведений детям, которые не получили обязательно профилактических щеплений против кори, является одним из основных противоэпидемических заходов с реагированием на спалах. Письмо пришло в начале сентября, говорят в департаменте. Хотя в селе о нем ничего не слышали. В то же время директор школы уверенно, не пускать детей на занятия не имеет права. Все, что может сделать, донести эту информацию до родителей. А вот в Тернополе, где непривитых детей больше 8 тысяч, к рекомендациям министерств прислушались. Местные чиновники уверяют, прав детей это не нарушает. Запрет вступит в силу 10 октября и будет действовать, пока эпидемия не пойдет на спад. Лина Зеленская, Жанна Дучак, Зиновия Автонас, телеканал Интер. Километровые пробки на границе Украины с Венгрией и Словакией. Возле пунктов пропуска образовались очереди из фур. Чтобы пересечь границу, дальнобойщики ждут по несколько суток. Почему, узнавала Марина Коваль. Очередь грузовиков возле пункта пропуска Ужгород на украинско-словацкой границе растянулась на несколько километров. Водители стоят третьи сутки, а некоторые даже больше. На то, что ждать придется так долго, водители не рассчитывали. Запасы продуктов, которые взяли в дорогу, практически закончились. На подъезде к КПП ни магазинов, ни гостиниц, нет даже мусорных баков. Очередь из грузовиков и возле пункта пропуска Тиса. Это уже украинско-венгерская граница. Много машин с российскими номерами. Дальнобойщики объясняют, у российских перевозчиков истек срок разрешения на транспортировку товаров через Польшу. И если раньше они ехали через Львовскую область, то теперь сменили направление на Закарпатье. Добираются через Словакию и Венгрию, которые выдают разрешение. Выхода не было, польских дозволов нет. Таможенники говорят, работают в усиленном режиме и стараются оформлять фуры как можно быстрее. Только за вчера через КПП Тиса из Украины выехало 300 машин. Хотя пропускная способность пункта 250. Тормозят пропуск грузовиков и европейские пограничники. Каждую машину они оформляют не менее 20 минут. Таковы нормы ЕС. Марина Ковалев, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Закарпатская область. Укрзалезница и General Electric будут совместно производить локомотивы в Украине. Соглашение планируют подписать в ноябре этого года. Сегодня о будущем сотрудничестве премьер Владимир Гройсман говорил с президентом одного из подразделений корпорации Джейми Миллер. В целом за 5 лет Укрзалезница планируют модернизировать и закупить у американской компании около 300 локомотивов. И то, что General Electric принято решение про то, что мы будем сповпрацевать и локализация будет до 40% говорит про то, что мы будем выработать спольно General Electric тепловозы, будем делать модернизацию рухового склада, техничное обслуживание. И это будет створено десятки тысяч рабочих мест на тех предприятиях, которые уже сегодня в Украине работают. А на заседании Кабмина премьер говорил об отопительном сезоне. По словам Владимира Гройсмана, Украина готова к нему на 100%. Топлива котельным и ТЭЦ хватает. Поэтому повышения тарифов на тепло в этом сезоне не будет. А в случае сильного похолодания батареи украинцам могут включить и раньше. Если три дни меньше, чем температура, плюс 8, начинайте опальный сезон. Нормально у нас есть два тижня выводится на безопасное тепло. Это непрепустимо, чтобы люди два тижня ждали. Самое сложное выступление в карьере британского премьера. Трезомей взяла слово перед соратниками по партии, но речь пришлось прерывать несколько раз. Что мешало и кого отправили за решетку прямо с мероприятия из Лондона? Светлана Чернецкая. Легче не становится. Кризис в карьере Терезы Мэй усугубляется. Члены ее консервативной партии сомневаются в способности премьера руководить страной. И прозывают разделаться с министром выскочкой. Бывший мэр Лондона, эксцентричный Борис Джонсон, всегда славился своими колкими и прямолинейными высказываниями. И в роли главного дипломата страны не изменяет себе. Но сейчас он зашел слишком далеко. Самолично вмешался в процесс Брекзита. Предложил собственные методы успешного выхода из Евросоюза. Такую самодеятельность главы МИДа Терези Мэй не могут простить. Но она продолжает поддерживать Бориса, хотя наверняка понимает, что он главный претендент на ее кресло. Масло в огонь подлил и известный британский комедиант Пранкер. Он пробрался к трибуне премьера во время важнейшего выступления перед соратниками и сумел передать ей справку ПИ-45, уведомление об увольнении. Борис попросил меня передать вам это. Борис, ты молодец. Мужчину тут же вывели под одобрительные возгласы публики и арестовали за нарушение порядка. Но на этом неудачи премьера не закончились. По средине речи она начала терять голос. Кашель не давал сказать и слова. Но Мэй настойчиво продолжала и в результате все же закончила выступление. Впрочем, трудности, с которыми пришлось столкнуться Мэй, похоже, сыграли ей на руку. В прессе восторгаются ее умением идти до конца и реакцией на препятствия. Премьер много импровизировала и показала себя обычным человеком с отменным чувством юмора. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, Британское бюро телеканала Интер. Это все новости к этому часу. За развитием событий следите на нашем сайте подробностей. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин